Михаил Альбертович, вы вот в качестве министра первый раз сегодня посетили Центр ЦИБа. Поделитесь, пожалуйста, впечатления о своих. В это учреждение вкладывается большое количество ресурсов и финансовых, и кадровых, и организационных. В этом году правительство Российской Федерации только на переоснащение оборудованием направило сюда больше 2 миллиардов рублей. Также более миллиарда рублей направляется на строительство нового корпуса в Центре. И плюс развитие, в том числе, научной базы для разработки новых лекарственных препаратов, для разработки технологий лечения. Нам хотелось бы, конечно, чтобы Российская Федерация показала себя в движении так же, как это было этой весной. Очень быстро, очень эффективно и результативно. За эту весну в оборот вышло максимальное количество медицинских изделий, лекарственных препаратов. И мы показали, что умеем не только копировать, но и полностью с нуля разрабатывать и доводить до производственных мощностей и до промышленного выпуска инновационную медицинскую продукцию. Для данного типа учреждения онкологических пациентов это является просто крайне важным. Сегодня мы готовим новые несколько документов, которые должны своего рода совершить такой прорыв. Организационный, регуляторный. Первое – это новый порядок оказания медицинской помощи по онкологии. И еще один такой инновационный документ – это новые правила по изготовлению радиофармпрепаратов. Радиофармпрепараты все шире и активнее используются медицинскими работниками, поэтому у нас подчас возникает проблема между разработкой и доведением до именно промышленных серий. И как раз регуляторика должна в рамках поручения президента по регуляторной гильотине, она должна создавать именно предпосылки и формат быстрого движения. Именно только так мы можем добиваться конкурентоспособных технологий в медицине, ну и соответственно улучшения качества жизни и снижения показателей смертности, заболеваемости. Поэтому вот этот центр, он является своего рода таким, во-первых, научно-производственным учреждением и в том числе является образовательной площадкой. Плюс это референс-центр, который позволяет консультировать пациентов со всей страны по тактике ведения пациентов с онкологическими заболеваниями. Поэтому мы видим, что это такой мозг российской онкологии. Владислав Валерьевич, вопрос для компании «Ника». Подскажите, пожалуйста, вот центр в рамках нацпроекта здравоохранения, какой роль играет в стране и как область будет помогать ему? Ну вы видите, что в Обнинске сконцентрировано значительный потенциал и опыт по лечению онкологических заболеваний. Здесь есть современная техника, есть технологии. Самое главное, что здесь есть люди, те, кто умеет это делать, наверное, лучше других. Важно очень, что в этот сложный период заболеваний ковид-инфекции центр не останавливался. И сотни наших граждан со всей страны приезжали, получали эту помощь. Мы сегодня обсудили возможности развития этих методов, этих технологий. Я признателен Министерству здравоохранения, Михаил Бердевич, за вашу поддержку. Есть серьезный потенциал, мы готовы развивать эту территорию. Здесь есть достаточное количество ресурсов, в том числе энергетических, для того, чтобы технологии эти пришли именно в Калужскую область. И здесь, в Первом Внукограде, были реализованы новые возможности для того, чтобы спасать здоровье жителей нашей страны. Андрей Дмитриевич, добрый день, Обнинск ТВ. Позвольте вопрос. В год 75-летия атомной отрасли много звучит информация по поводу развития ядерной медицины. Как складывается в Обнинске сотрудничество между физиками, медиками? Именно какие проекты совместные реализуются? И в перспективах, конечно. Спасибо большое. Но, прежде всего, я хотел бы еще раз сказать, за большую ту поддержку, одним ничего невозможно сделать, и за правительственную поддержку, которую в своем выступлении подчеркнул Михаил Альберч, за его личную поддержку, за поддержку Министерства здравоохранения и региона, который мы все время чувствуем. Невозможно, еще раз, я хочу сказать, развивать ничего, если этого не будет. Теперь, что хотелось бы сказать. Конечно, когда-то, когда создавался этот центр, он и создавался для того, что все институты, которые окружают Новокоград, особенно выпускающие радионуклеиды и новые подходы, опробировались и тиражировались в регионы нашей страны. Вот сейчас мы максимально близко уже подошли к этой проблеме. В том числе, вот те регуляционные акты, о которых говорил Михаил Альберч. Если они сейчас заработают, а они должны заработать, они, конечно, помогут тиражировать радиофарминдустрию. Радиофарминдустрия, пожалуй, не менее перспективна, чем любая другая фармакологическая промышленность. Я должен сказать, что мы здесь, как ядерная держава, вот 75 лет было ядерной медицине, ядерной службе, и было 75 лет в этом году онкологической службы. Вы видите, вот как совместно это все совпало, 30 апреля 1945 года Совет народных комиссаров подписал указ о формировании онкологической службы. То есть, когда шел штурм Берлина, наши предки понимали, насколько важна эта служба. Сейчас понимают тоже наши руководители, поэтому будем двигаться в этом направлении. Мы готовы и по кадровому потенциалу, и по оборудованию. Действительно вопрос в том, чтобы сейчас сконцентрировать для быстрого такого прорыва. Спасибо. Андрей Дмитриевич, можно мне еще вопрос? Расскажите немножко про прибор доктора Леонтьева, техника, если не ошибаюсь. Как он связан с лечением кодекса? Ну, тут тоже очень интересная история, потому что это диагностический прибор с технецием, который для диагностики онколога много использовался. Например, для понимания, сколько ткани живой остается при метастатическом приложении, при лучевой терапии. И такой прибор позволяет с помощью технеции определить легочную дыхательную функцию, объем легкого. Но есть такие работы, которые позволяют лечить и пневмонию, в том числе и вирус. Но они только в зачаточном состоянии. И в мире они в зачаточном состоянии. Сейчас они только публикации. Но вы понимаете, к чему мы ведем. И при поддержке лично Михаила Альбертовича мы доложили об этой ситуации. Сейчас готовимся к работе с этим прибором на больных, которые страдают от коронавирусной инфекции. Причем мы, в общем-то, все уже для этого готово. И мы потихонечку сейчас начинаем эту работу в клиническом таком вот аспекте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!